Здравствуйте! Это экспертное мнение в студии Елена Керн. Введены новые правила регистрации недвижимости. Сейчас нотариусы могут больше, чем раньше, а у граждан появилась возможность быстрее и легче оформлять различные сделки. О некоторых нововведениях нам расскажет наш гость, президент Нотариальной Палаты Удмуртской Республики Лариса Пушина. Лариса Владимировна, здравствуйте! Итак, какие изменения произошли в оформлении сделок с недвижимым имуществом? На самом деле в оформлении сделок с недвижимым имуществом никаких изменений законодатель в этом году нам не предоставил. С 1 февраля произошли изменения о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании сделок, возникающих удостоверенных нотариусом. Что это значит? Вот как раньше было при оформлении сделок и как сейчас? Раньше при оформлении сделок граждане должны были лично обратиться в регистрирующий орган за регистрацией прав. На сегодняшний день по результату нотариального удостоверения нотариус может в электронном виде направить документы на государственную регистрацию и гражданам не нужно будет обращаться в МФЦ. А зарегистрированные документы они получат в электронном виде и при желании могут получить и в бумажном. Я правильно поняла, что ни в МФЦ сейчас не нужно будет обращаться, ни в регпалату. Все сделают нотариусы. Да, на государственную регистрацию документы будут отправлены нотариусом в электронном виде и ходить в МФЦ не нужно. А это обязанность сейчас нотариусов или услуга, от которой, например, может человек отказаться? На самом деле это, как вы правильно сказали, обязанность нотариуса по результату сделки, по отчуждению недвижимого имущества, на основании которой возникают права передать документы на электронную регистрацию. Но это обязанность для нотариуса. Граждане же имеют право выбора. Стороны сделки могут определить, что они самостоятельно обратятся за государственной регистрацией. Такие случаи бывают. Что поменяется непосредственно для самих участников сделки? Может, дополнительные документы какие-то потребуются? Для удостоверения сделки никаких дополнительных документов не нужно будет. Также не нужно никаких дополнительных документов для передачи документов на регистрацию. Единственным обязательным требованием, которое раньше нотариусы не предъявляли, нужно нотариусу будет предоставить сведения о номере СНИЛС. Потому что без этого номера программное обеспечение по передаче документов на государственную регистрацию не принимает эти документы. То есть электронный нотариат становится реальностью сейчас у нас? На самом деле электронные технологии не только в нотариате сейчас развиваются, а в целом по оказанию государственных услуг. Наверное, уже проходила информация о том, что сейчас и органы ЗАГС предоставляют свои услуги в электронном виде. А у нотариата эти действия уже давно существуют, и их все становится шире, этих полномочий. И вот как раз касательно государственной регистрации, прав на недвижимое имущество, раньше нотариусы также могли подбивать документы на государственную регистрацию. Но это было отдельное нотариальное действие, за которым гражданин должен был обратиться, и это требовало дополнительной оплаты. Сейчас же, независимо от того, будет направлять документы нотариус после удостоверения нотариального договора, либо граждане пойдут самостоятельно обращаться за регистрацией. Нотариус взаимает только плату за удостоверение договора. В течение какого времени нотариус должен передать документы в рекопалату? Есть какой-то норматив? То есть я поняла, это быстрее все будет делаться? На самом деле в отношении нотариально удостоверенных договоров и ранее существовало правило, что они регистрируются быстрее, как если граждане сами обращаются, так и в электронном виде. В случае направления документов в электронном виде срок государственной регистрации составляет один день. И также обязанность нотариуса передать документы на государственную регистрацию тоже установлена законом. Нотариус передает эти документы на государственную регистрацию в день удостоверения сделки. Вот самое главное, для чего это все сделано? Для чего это сделано? Во-первых, это сокращает временные затраты людей. Во-вторых, это сокращает необходимость в дополнительных работниках, которые должны принимать эти документы, потому что это в электронную сферу уходит. И для граждан это, конечно, ускорение процедуры регистрации, что немаловажно, и не нужно никуда ходить. И на сегодняшний день также государством установлена льгота при оплате государственной пошлины при обращении за государственной регистрацией в электронном виде. Независимо, кто обращается за государственной регистрацией, либо сам гражданин в электронном виде, либо нотариус за него направляет документы, установлен понижающий коэффициент 0,7. То есть, если сегодня вы пойдете регистрировать свое право на квартиру в бумажном виде, вы заплатите 2000 рублей, а если документы будут направлены в электронном виде, вы оплатите 1400. Но это плата именно за государственную регистрацию, которая платится в бюджет. Это особенно приятная новость сейчас, когда дорожает все. Скажите, я правильно понимаю, если сама цепочка становится короче оформления, становится меньше возможностей для различных мошенников и посредников? И нужны ли сейчас в таком случае вообще риэлторы? Ну, на самом деле, все действия государства как раз в законодательной сфере направлены до того, чтобы как-то обезопасить гражданский оборот. И это, конечно, одна из составляющих. И по поводу посредников, ну, посредники, если вы в данном случае привели риэлторов, это совершенно другая профессия, и без нее никак не обойтись. Потому что если нотариус – это правовая сторона вопроса заключения договора о купле-продаже, то риэлторы, они помогают в подборе вариантов, чтобы удовлетворили интересы и продавцов, и покупателей. Это одна из составляющих. Они говорят о том, что они обеспечивают юридическую чистоту сделки. Ну, был период, когда на самом деле риэлторы, и сейчас они брали на себя такую функцию – помочь собрать документы, поскольку они имеют опыт в этой сфере. И где-то, может быть, даже подсказать, где какие дополнительные документы заплатить. Но риэлторы, к сожалению, никогда не являлись гарантами чистоты сделки. В случае нотариального удостоверения законом прямо предусмотрено, что нотариус несет ответственность за законные сделки. Что нотариус проверяет законные сделки. Лариса Владимировна, скажите, есть ли перечень сделок, которые обязательны для оформления у нотариуса? И что будет, если эту сделку через нотариуса не провести? Скажем, граждане самостоятельно договор составили, отнесли в рекпалату. Что будет в этом случае? На самом деле, законодательством нашей страны прямо определены случаи, когда нужно обратиться к нотариусу за удостоверением договора. И в случае, если форма договора, то есть нотариальная форма, удостоверенная нотариусом договора, не соблюдена, такой договор считается незаключенным. К договорам, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению, относятся договоры, связанные с отчуждением имущества, принадлежащего гражданам на праве долевой собственности. Ну, чтобы было более понятно, это когда, например, три собственника квартиры. Либо все втроем продают, либо один из собственников продает. В этом случае нужно обратиться в любом случае к нотариусу. Также обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки по распоряжению имуществом к собственникам, которых являются либо несовершеннолетние граждане, либо недееспособные. Это дополнительная гарантия защиты их интересов. Также обязательному нотариальному удостоверению на сегодняшний день подлежат договоры ипотеки имущества, находящиеся в долевой собственности. Пример мы уже приводили. И обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры ренты. Но договоры ренты так исторически сложились, всегда подлежали обязательному нотариальному удостоверению. Вот эти нововведения, они касаются сделок только с недвижимым имуществом? Да, они как раз касаются только сделок с недвижимым имуществом. Единственное, что в отношении граждан недееспособных, это связано вообще со всеми сделками по распоряжению их имуществом. Также законодательством установлена сейчас обязательная нотариальная форма для сделок с недвижимым имуществом. Что это такое? Это какой-то определенный документ. На самом деле мы как раз сейчас перечислили те сделки, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Это как раз сделки с недвижимым имуществом. Но на сегодняшний день законодателям установлена не для всех сделок обязательная нотариальная форма. То есть некоторые сделки в отношении недвижимого имущества могут совершаться в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение подразумевает собой совершение определенных процедурных действий, проставление удостоверительной надписи, подписи и печати нотариуса. То есть не все сделки с недвижимостью на сегодняшний день подлежат нотариальному удостоверению. Если нотариусы сами передают документы в Рекпалату, в какой момент нужно платить за регистрацию права собственности? Государственная пошлина может оплачиваться гражданином самостоятельно, также может оказать эту услугу по оплате государственной пошлины за гражданина, если у нотариуса есть такая техническая возможность, может оплатить нотариус. Эта плата вносится в бюджет, она не является оплатой услуг нотариуса и дополнительной платы нотариусу не требует. Лариса Владимировна, спасибо, что пришли к нам сегодня и рассказали об изменениях в оформлении сделок с недвижимым имуществом. Подскажите, есть ли у кого-то остались вопросы, куда обращаться? В рамках сегодняшней программы мы, конечно, не успели рассмотреть все вопросы, поэтому, если какие-то вопросы возникают, то в рамках совершения нотариального действия вы можете обратиться в любую нотариальную контору республики и на вопросы компетенции нотариуса вы получите свои ответы. Спасибо, а я напомню, сегодня у нас в гостях была президент Нотариальной палаты Удмуртской республики Лариса Пушина. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok